Здравствуйте! В эфире программа Восточный экспресс на русском языке. Меня зовут Станислав Быстрицкий. Если одним словом охарактеризовать китайскую действительность, то можно сказать развитие. Именно это слово чаще всего употребляется в здешнем обиходе. Причем развитие довольно быстрое. Такое впечатление, что в генетическом коде нации существует модель, и все процессы происходят как бы автоматически. На самом деле это, конечно, не так. Будущее достигается упорным трудом, и китайцы осознают это с молодых ногтей. Одна из примет эпохи – это дух соревнования. Его действительно нужно оттачивать. В китайских школах стало уже традицией с началом учебного года проводить спартакеады. Мы уже рассказывали о нескольких таких спортивных праздниках. И сегодня мы присутствуем в средней школе номер три, где как раз открылась такая спартакеада. Не последнее дело для таких шоу – присутствие официальных лиц. Они открывают соревнования традиционными речами. Среди фраз, которые обязательно наличествуют в выступлениях, рассказ о том прогрессе, которого достигли страна, регион и город за последние годы. Для Суфэньхэ это много чего. И открытие приграничного торгового комплекса Шимао, и строительство нового моста через железнодорожную линию, и реконструкция парка Байхари. Но, конечно, самое главное – это то, что 2006 год является годом России в Китае. Город Суфэньхэ, в силу своего пограничного положения, к этому событию причастен в наибольшей мере. Здесь же звучат приветствия в адрес юных спортсменов и пожелания успехов. Отдельный и весьма красочный эпизод спортивно-художественного праздника – выступление оркестра. Здесь есть и на что посмотреть, и что послушать. Дети Китая И на одну минуту не забывают, что в 2008 году их столица будет принимать Олимпийские игры. Им об этом, конечно, каждый день напоминают и в школе, и по телевизору. Но одно дело знать чисто теоретически, может быть, в надежде оказаться среди зрителей, и совсем другое – участвовать в соревнованиях. Разумеется, попадут в национальную команду совсем немногие. Но хотят все, в том числе и в школе номер 3, говорит ее директор Зиан Бо Ань. За те несколько лет, что существует наша средняя школа, мы сумели добиться больших успехов в деле образования и воспитания нашей молодежи. Раньше здесь было железнодорожное училище. Позже оно было преобразовано в среднюю школу. И наша работа за эти годы высоко оценена народным правительством. Конечно, мы надеемся, что и в спортивном движении наши воспитанники проявят себя с отличной стороны. Соревнования эти, разумеется, не из разряда таких, где фиксируется каждый рекорд, и многие достижения являются мировой сенсацией. Эти мальчики и девочки усиленно преодолевают не только физические нагрузки, но и смущения. Не каждый ведь день приходится выступать перед публикой, да еще и в присутствии телевидения. Но они уже достаточно хорошо понимают, что спорт – это кусочек жизни. Выиграть смогут и самые подготовленные, и самые упорные. Есть в китайских школьных спартакиадах еще один аспект – оздоровительный. Не всем быть олимпийскими чемпионами, но хорошее самочувствие необходимо каждому. Времена нынче не те, что 30 лет назад. С питанием проблем нет. Совсем наоборот. Китайская медицина озабочена проблемой избыточного веса многих граждан, в том числе и детей. Поэтому в школе физическому воспитанию придают особое значение. Здесь, в школе номер 3, несколько просторных площадок для игр и соревнований. На них сегодня и развернулись баталии. А за ними наблюдают сверстники. По периметру школьного двора расставлены стулья для 30 групп. В каждом классе таких групп 10. Ну вот скажи, как тебя зовут? Меня зовут Джо Юнхин. А тебя? Меня зовут Танлин. Сколько тебе лет? Мне 13 лет. Какой спорт вы любите? Я люблю играть в баскетбол. Я люблю играть в волейбол. Сколько лет вы изучаете русский язык? Я учусь русский язык три года. Три года. Ты тоже, да? Три года. Спортивное выступление – это еще не весь праздник. Китайская молодежь не только красива, но и наделена художественными талантами. Китайская молодежь не только красива, но и наделена художественными талантами. Запад есть Запад. Восток есть Восток, сказал поэт. Разница в культурных традициях России и Китая, конечно, велика. Например, ни один деятель искусства здесь не будет говорить, что его посетила муза. Просто потому, что у китайского народа в его художественной истории совсем другие понятия, не связанные, например, с древнегреческой мифологией. Но по поводу того, что Западу и Востоку не сойтись, Киплинг, конечно, заблуждался. Азиатский и Тихоокеанский регион – это прекрасный пример синтеза культур. А год России и в Китае – это вообще уникальный эксперимент в этой области. И, похоже, он уже увенчался успехом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!